Всем привет! И у нас очередная рубрика «Белая зависть». Белая зависть, потому что к нам приехала Маня, и она такого кофейного цвета, практически капучинистого. И мы решили узнать, где же Маня провела межсезонье. Ну рассказывай, где ты была? Я была в Барселоне. Потом я поехала в Грузию, побыла в горах Грузии, потом поехала в Грецию. Греция вообще была крутая. Потом я поехала домой, навестила маму, родителей, и потом опять вернулась в Грецию. Нормально, так, пять. А, нет, четыре страны, а Греция по разу. Так, и все-таки куда теперь планируешь? Поехать, попасть на концерт Бейонсе. Это вообще моя, как бы, мечта. Уже давно-давно. И вот так вот сложились обстоятельства. Надеюсь, что все получится и все будет круто. Ладно, расскажи, пожалуйста, как у нас там с Лигой чемпионов дела обстоят, потому что ходят слухи, что группа у нас самая сложная попалась. Мы причем лично, когда смотрели квалификацию, думали, только не в «Ц», только не в «Ц», только не в «Ц», и в «Ц». И в «Ц». Это так всегда, это как классика жанра. На самом деле у нас самая сложная группа, что тут ходить вокруг да около. Действительно, и победители Лиги чемпионов, и «Диор» тоже финалисты. Тоже не слабенькая. Не слабенькая, да. Вот, и «Метюлан» тоже, как бы, датская. Расскажи подробнее про «Метюлан», потому что если «Диор» и «Бухарест», в принципе, нам более-менее понятно, известная команда. Ну, «Бухарест» вообще понятно. Ну, да, «Бухарест» мы хорошо знакомы. «Ёр», замените на секундочку, тоже финалисты, и как бы все пророчили им победу в Лиге чемпионов в том году. А вот «Метюлан» мы как-то так не сильно... Ну, мы как бы с ними не встречались никогда, ну, так как, насколько я знаю, это как бы датская команда, и насколько я знаю, это быстрый гонбол, быстрый, умный, и как бы они не прощают ошибок, то есть, естественно, это нельзя списывать их со счетов, и нужно будет бороться с первой до последней минуты. Понятно, хорошо. Ладно, расскажи, пожалуйста, ну, насколько сложно играть с командой, которой ты до этого проиграл. Я сейчас про «Бухарест» говорю. Вот они с нами в вот этой группе сейчас, и вроде бы из четырех команд три проходят дальше, и можно на полу расслабиться, но при этом надо быть в тонусе. Вот как ты лично подходишь к настрою, на работу именно в этой группе? Ну, нельзя так говорить, что нужно, там, можно расслабиться, если три команды выходят, то все, можно ноги задрать, и все. Это хорошо. Нет, нужно играть, от игры к игре идти, и строить тактику, и, естественно, «Бухарест» уже будет не тот, как был. Очень будет интересная игра, мне кажется, и вообще сама подготовка будет идти. Интересно, что изменит Ян, например, в тактике и в технической подготовке. Вот. В общем, настрой бы им. Конечно. Все, Ильичка, спасибо тебе огромное.